И Иисус сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Свою мать Аня помнила очень смутно. Та погибла в автокатастрофе, когда девочке было всего два годика. Жила Аня с отцом, но тот часто уезжал по работе, постоянно был чем-то занят. И виделись они редко. Однажды отец тяжело заболел и вскоре умер. Перед своей смертью он рассказал дочери о том, что ее мать была гадалкой, ворожеей. Ты знаешь, Аня, я ее даже боялся, признался отец, незадолго до своей смерти. Бывало, как взглянет на меня иногда, аж мурашки по коже. Столько людей к ней приходило. Двери в доме не закрывались. Да, надо сказать, зарабатывала она много. Но жадная была к деньгам. Ой-ой-ой, копеечку на других не потратит. Да вот не принесли, видно ей, о несчастье. Сама погибла еще молодой. Да и мне, видать, наворожила болезнь эту страшную. Затем, с тревогой взглянув на дочь, добавил. Хоть бы тебя Бог помиловал. Живи, Анька, не поддавайся. После смерти отца Аня нередко вспоминала эти его загадочные слова. Не поддавайся. Кому же она, интересно, должна не поддаваться. Жалела очень, что сразу не выяснила у отца. Да теперь уже поздно. Жила Аня уединенно, замкнуто. В небольшом, стареньком, оставшемся от родителей домике. Почему-то не тянула ее к общению с людьми. Даже со своими сверстниками вела себя обособленно. В школе ее называли дикуньей. И вправду, хоть внешность у девочки была привлекательной, но характер какой-то угловатый, замкнутый. А когда после учебы устроилась швеей на фабрику, то и там не обзавелась друзьями. Своё восемнадцатилетие Аня тоже отпраздновала в одиночестве. Часа три подряд смотрела разные телевизионные программы, а потом в беспокойстве легла в постель. В последнее время ее часто мучила бессонница. А когда под утро засыпала, то какие-то ужасы снились. Пробуждалась в холодном поту с тяжелой головой и лежала, лежала, напряженно вслушиваясь в звенящую тишину комнаты. Сердце громко колотилось, и она даже боялась подняться с постели, потому что ей казалось, что в домике кто-то есть. Как-то однажды не выдержав, громко крикнула «Кто тут?» И в ответ услышала тихий смех. Резким движением Аня включила боковой свет, но в комнате никого не было. В тот день в честь своего восемнадцатилетия Аня купила дорогие для их северных краев фрукты, апельсины, которые она очень любила. И, устроившись в постели с книжкой, с наслаждением погрузилась в чтение, отправляя в рот ароматные оранжевые ломтики апельсина. Затем все-таки ей удалось уснуть. Но среди ночи Аня проснулась. Ее сердце сжималось от нехороших предчувствий. Показалось, будто кто-то дышит ей прямо в ухо. «Мамочка!» Вскричав от страха, она включила свет и боязливо огляделась. «Никого!» Так она лежала некоторое время не в силах уснуть. Потом все-таки стала погружаться в тяжелую дремоту. Но тут вдруг ясно услышала спокойный, но не терпящий никаких возражений голос. «Вставай!» Противостать этой неведомой силе Аня не смогла и послушно поднялась с постели. Она еще раз внимательно огляделась. Ночник хорошо освещал комнату, в которой по-прежнему никого не было. «Одевайся!» Последовала очередная громкая команда. Аня поспешно достала одежду и стала одеваться. Но тот же голос нетерпеливо добавил «Быстрее!» «Выходи из дома!» Ей казалось, что кто-то подталкивает ее в спину. И девушка почти побежала в том направлении, куда ее гнали. «Ночь! Темнота!» Полное безлюдие. Ане казалось, что она просто действующее лицо в каком-то кошмарном сне. У железнодорожного переезда, через который она раньше проходила уже много раз, тот же голос повелел ей остановиться. При слабом свете уличного фонаря зловеще поблескивали серебристые полоски рельсов. Последовала очередная команда. «Ложись!» Аня напрягла все внутренние и телесные силы, чтобы не сделать этого, но оказалась способной лишь едва слышно прошептать, леденее от нарастающего в груди ужаса. «Нет, нет, я не хочу!» Но тут же она рабски покорно легла на холодную, жесткую сталь рельсов. «Не хочу!» Ещё раз уже не произнесла, а только всем своим существом беззвучно вскричала Аня, услышав нарастающий, беспощадный стук вагонных колёс. Совершенно не владея своим оцепеневшим от страха телом, она только как загипнотизированная смотрела на стремительно приближающиеся к ней огни поезда. Очнулась Аня в больнице только на пятые сутки после операции по ампутации обеих ног. Тяжело выходила из наркоза. Узнав о том, что с нею случилось, она даже не заплакала. В ней как будто всё омертвело. И тут же ухватилась за эту, как ей казалось, спасительную верёвочку. Уйти из жизни. Да, ещё тогда, во время тяжёлых ночей с кошмарными снами, у неё зрела мысль о самоубийстве. И вот теперь Аня решилась покончить с собой. Решилась на это окончательно. Но сделать в больнице это дело было невозможно. Поэтому она с нетерпением ожидала, когда её выпишут и отправят домой. Как раз на праздник Пасхи врач сказал, что лечение приостанавливается на несколько дней. И Аню перевезли из больницы домой. «Скорее, скорее!» «Скорее!» «Нужно побыстрее всё заканчивать!» Вернувшись домой, лихорадочно торопила Аня саму себя, не желая больше ни минуты задерживаться в своей неудавшейся, безрадостной жизни. Тщательно продумав все детали самоубийства, она уже потянулась к приготовленному сооружению с верёвочной петлёй, но неожиданно услышала громкий стук и вспомнила, что входная дверь осталась не запертой. Аня замерла, раздумывая. «Что же делать? Ведь тот, кто стучит, может и войти, помешав её планам». Торопливо спрятав верёвку под подушку, Аня неохотно отозвалась. «Кто там? Входите!» Дверь открылась, и в комнату вошла симпатичная девушка. «Христос воскрес! Благодать вам и мир!» произнесла девушка какие-то совершенно непривычные для Ани слова. Немного растерявшись, Аня неуверенно ответила. «Спасибо! Да вы проходите! Скажите, а остальным моим друзьям можно пройти?» Полюбопытствовала та. «Нас четверо!» «Ну, пусть заходят, если хотят!» Удивлённо разрешила Аня. «А вообще-то, кто вы такие?» «Мы христиане, и сегодня ходим по домам, приглашая на пасхальное христианское собрание. Вот и вас тоже приглашаем!» Сказала девушка. Приоткрыв дверь, она кивнула, и в комнату вошли ещё две девушки и юноша с гитарой в руках. «Да какое там для меня может быть пасхальное собрание?» С горечью ответила Аня, приоткрыв одеяло. «Вы же видите, какая я!» «Полчеловека!» «Мне ноги недавно отрезали!» «А у нас есть автобус! Мы можем отвезти вас туда и обратно!» объяснил юноша. «Хотите? Мы сейчас споём вам!» Аня согласно кивнула. В присутствии этих людей ей стало как-то спокойнее на душе. Юноша взял гитару и начал петь. Как и все живу на этой земле, как ко всем приходят бедствия ко мне, только дух мой никогда не одинок «В голель радости со мною ты мой Бог?» Может, трудно, даже очень не порой, только светит луч надежды мне живой. На земле живу я, веря и любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Если я в сомнении, я к тебе иду, если я в варенье, я не упаду. Но а если надломилась сила вдруг, ты поддержишь, ты поднимешь Бог и друг. Как и все я рады солнцу и теплу, как и все вникаю в жизнь и глубину. только мне даны еще и небеса, и в пути я открываю чудеса. И не надо больше мне иной судьбы, потому, что в самом центре ею ты. На земле живу я, веря и любя, И не знаю, как жить можно без тебя. Если я в сомнении, я к тебе иду, если я в варенье, я не упаду. Ну а если надломилась сила вдруг, ты поддержишь и поднимешь Бог и друг. После этого они запели все вместе. «Пусть живет воскресенье Христово в сердцах и изгонит сомнение и страх. Он воскрес, и мрак ночи навеки исчез. Он воистину в славе воскрес». Ане вдруг показалось, что в комнате посветлело, и она то ли утвердительно, то ли вопросительно спросила. «Вы, наверное, ангелы?» Они улыбнулись, а юноша ответил. «Нет, мы прощенные Богом люди. А теперь дети Божьи. И вас тоже Иисус приглашает в свою семью. Ведь Он умер и воскрес для того, чтобы мы жили с Ним и радовались в Нем. Знаете, вы меня как будто с того света вытянули», ответила Аня, но объяснять ничего не стало. В общем, согласие Ани на праздник Пасхи ее отвезли на христианское собрание, где она покаялась после первой же проповеди. Когда после богослужения все ее поздравляли, она взволнованно повторяла. «Да, сегодня и я воскресла. Воскресла». Воскресла со Христом. «Я какая-то новая». После молитвенной беседы со служителями церкви закончились все ночные и дневные кошмары и страхи Ани. И потекла, побежала живительным ручьем ее новая, сияющая жизнь с Господом. После этого прошло около 20 лет. Однажды приезжий проповедник заметил недалеко от кафедры устроившуюся на специальном сидении безногую женщину, которая очень внимательно слушала проповедь и что-то записывала в блокнот. После собрания проповедник вышел из молитвенного дома вместе с пресвитером церкви и увидел, как молодежь, усадив безногую женщину на санке и заботливо, укутав ее теплой одеждой, повезли по заснеженной улице. «Эта женщина верующая? Наверное, нелегко вам с инвалидом», сочувственно обратился приезжий проповедник к пресвитеру церкви. «Да что вы!» – с радостной улыбкой ответил тот. «Наоборот, сестра Аня для нашей общины – огромное Божье благословение». «Как? Что вы имеете в виду?» – удивился его собеседник. Коротко поведав историю ее обращения к Богу, пресвитер сказал, «Сестра Аня многие годы несет в церкви очень большое служение. Она трудится почти без отдыха». Заметив недоумевающий взгляд проповедника, он объяснил. «Она приспособилась выращивать на своих грядках много овощей, которые затем консервирует и отправляет семьям миссионеров на север и в другие места. В перерывах вяжет носки и шьет одежду для детей из многодетных семей». «А еще…» Он на минутку замолчал, о чем-то задумавшись, а затем продолжил. Вы знаете, долгое время в распоряжении нашей церкви была только одна машина. Это Анин, старенький инвалидный запорожец с ручным управлением. Благодаря тому, что сестра Аня возила меня по самым отдаленным селам, многие верующие вовремя получали необходимую духовную помощь, а также могли участвовать в хлебопреломлении по заповеди Господней. Братья еще долго беседовали о чудной благодати Божьей, которая сильна спасти каждого грешника и сделать его новым творением во Христе. А в это время молодежь в церкви привезла Аню домой. Как всегда, она пригласила их на чай. И пока молодые сестры паровонно накрывали на стол, все запели самый любимый Анин гимн «Тот, через который к ее сердцу когда-то проговорил Сам Господь. Наш Спаситель из мертвых воскрес. В нем, лишь в нем, радость в нем. В нем есть вечная жизнь и любви полнота». Нередко на свои воскресные общения они приглашают соседей и знакомых. И тогда, глядя на радостное, оживленное лицо безногой женщины, многие люди изумляются. Интересно, чему же это она радуется так сильно? И в ответ на их безмолвные вопросы Аня приветливо спрашивает. «А хотите, я расскажу вам, как однажды я воскресла?» Христос воскрес. Вот в чем надежда для человеческой души. Оставь свой образ жизни прежней и ко Спасителю спеши. Он воскресит твой дух поникший и в сердце и зальет любовь. Измученных грехом Бог ищет, рождая к вечной жизни вновь. «Христос воскрес!» Звучит как песня. «Оправданы благая весть!» Чтоб нам быть в небе с Богом вместе, Христос воистину воскрес! «Христос» Субтитры создавал DimaTorzok